всех приветствую с вами я ваш веган христолюп и сегодня очередная веганская тема это поговорим о навозе или какашках как вам удобнее говнице дерьмице о навозе ну на самом деле тема как всегда веганстве ничего веселого но поговорим уж как есть да вот по поводу навоза слушайте на 5 по поводу веганов каких только не бывает я вам сразу скажу что веганы и которые вы видите что-то не так у них это значит просто веганы это не этичные веганы не по любви иисус прямо сказал дерево знают по плоду а человек по делам здесь все то же самое если у вегана свое там якобы какой-нибудь я веганов знаю у них свое хозяйство животными курочки там уточки да вы потом только узнаете ну не любовь такая основная масса почему стал веганом 95 процентов это здоровье там питание здоровье через дают питание правильно ну и там так боком припеком любовь опять кит компромисс этого люблю того не люблю семья не веганского для них там делаешь так семью люблю они все-таки яички хотят и пошло-поехало с навозом тоже самое имен не буду называть может эти люди узнают меня но вы знаете я не лицеприятен и не ли безум не жополис не лицемер не двуличный пусть они меня даже смотрят с кем-то я имею личное общение они себя узнают кто-то обижается с кем-то потом перестаем общаться я буду говорить правду я это говорю в лицо в принципе вот просто если еще не сказал это в лицо и не значит там боюсь или счет что просто времени случае не представь с кем-то бывает разы в общении кто-то может быть таким же блогером и там я верну все очень бывает сами понимаете вот насильно в голову все равно не вобьешь для этого есть личный блок которым ты все говоришь по поводу навозы это у меня на личном опыте то есть я знаю вегана который там прицепами возит якобы да этот навоз откуда у кого-то и с одним мы лично общались тоже вот он ну а как вот что и вот он не разные вопросы задавал я конечно сказал что слушать ты веган ты сам найдешь ответ на все должен найти ответ на все эти вопросы ты в полтора раза старше меня и задаешь мне такие вопросы да и веган дольше можно сказать даже дольше меня да ну а как же вот по поводу навоза где его взять вот где веган его взять своего хозяйства нормальный веган настоящий веган этичный веган из любви к животным он иметь не будет все что может быть у вегана это приют какой-то с такими животными с какими-то да это как я это говорил своих видео что на самом деле конечно же любой приют по сути вот этих животных каких-то да откуда-то вдруг к нему они попадали там кто-то отдавал тут хотел на бойню ты их там уж не знаю где там что-то выкупил к тебе отдали не знаю как все происходит тоже но такие действительно приюты есть и конечно же целью этих приютов должна быть этих же адаптации этих животных естественном среде обитания они способны выжить их надо просто постараться адаптировать конечно понятно уже старая не выживет еще что-то поэтому кто-то там дохаживает но вообще по идее сам веган ни в каких домашних животных не заводит домашние животные это извращение человеком естественной божественной природы животных которые самодостаточные ничем не нуждаются ни в какой заботе человеческой все животных всех животных которых мы одомашнили мы их поработили и изуродовали их естественную природу он в чернобыле посмотрите сейчас хороший пример такой кто знает да про чернобыльскую катастрофу во всем мире в принципе знают тогда она громыхнула вот там животные сейчас живут все кого вы любят люди уехали а тут все побросали даже домашние вот именно как говорят скотину она часто вся прекрасно живет там восстановилась и флоры и фауна эти коровки стадами ходит и едят и зима там и все и живут спокойненько и кто там только не живет и все эти кошки собаки все повыжили и роль там стало там говорят сейчас природа необычайная даже стала как-то все восстановилась ну вот все стало очень красиво естественно и полно игре и животных и тех кто вот выжили войти да вот поэтому веган естественники их домашних животных в принципе не заводит откуда он будет когда мне там вот навоз я к чему еще за навоз то будем разговаривать как даже если это веган он говорит что-то как бы навоз я вот на участок там до чтобы растение выращивать что плода еда для земледелия вот и вот мы у меня лично даже такой разговор был я группе ты возьмешь от навоз вот и веган ты говоришь где ты возьмешь от навоз сам ты не имеешь права заводить а порабощать животное ст вега настоящий ты этого не будешь делать даже не тоже права своего морального права ты не между ты сам себе об этом заявил когда-то что я люблю животных как-то его будешь порабощать нет ты не будешь порабощать ни курочек никого да где ты возьмешь его ну вот там же есть можно же покупать привозить да ты участвуешь во зле откуда ты будешь брать вот с этих животноводческих ферм так ты будешь в этом участвовать то что навоз продажа навоза тоже статья их него дохода ты сам своим собственным руками спонсируешь их все то же самое насилие убийство неважно птица ферма там это как свина ферма коровья ферма ты во всем этом участвуешь вообще прямо 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 сам опять на какая разница труп ты кушаешь до яйца там мех который сдирают с них ты там покупаешь или навоз какая разница разница никакой ты участвуешь во зле ты прямо спонсируешь этот ад на земле все вопрос получается отрезается если ты это пусть даже на халяву ты берешь им там девать некуда ты их поддерживаешь им это девать некуда вообще нельзя с ними никакого вообще со всеми кто трупажоры с прям этим индустриям я не имею что если понятно вы либо их парикмахерам ходите они людьми святые во всех смыслах снова да но прямо поддерживать индустрию убийства любую другую индустрию что касается зла к человеку да это все то же самое вот если вы знаете что это несет прямое зло как вы будете в этом участвовать никак вот поэтому где-то возьмешь покупать буш или там даже на халяву сосед тебе там отдает ты прямо в этом участвуешь прямо и одно дело косвенно хоть и то об этом уже много раз все тоже сказано единственно отмаз всегда есть в грехе это не не осознанность не с не сознательность так скажем если действительно тебя подставили тебя обманули ты мог что-то съесть там не веганская да где-то можете специально подкололи где-то обманув это одно другое дело когда ты все это делаешь осознанно но мне говорит человек типа ну вот я там ась я в поле буду собирать вот они там ходят и во-первых они ходят это все учитывать ходит-то вторых конечно ну пожалуйста ходи собирай и слушай вот я грядного не могу понять вот если ты веган если исповедуешь все самое светлое чистое обычно веганы по идее доходят до того вот именно с природой с гармонией с пониманием что бог все устроил совершенно не так не нужно говно до под каждый кустик ложить все это чепуха все и так вырастет естественно земледелие это земледелие органическое это мульчевание это когда ты органику зеленую которая земли вырастает потом обратно прахта и в прах возвращается все вот все это круговорот органики в природе ты просто органикой все удобряешь и все это круче всякого навоза вот есть такое профессиональное слово как мульчирование мучим мульча вот мульчируй пожалуйста что тебе еще надо по поводу навоза то есть все понятно ну что ты будешь бегать с лопатой как идиот там где-то с тележкой там они когда так называем на свободном выпасе но они там ходят где-то эти лепешки игра на тебе вот надо это говнище нести себе на участок ну зачем ну корою дерьмовый руку плюс даже плюс действительно даже не воняет так скажем особенно в малых там количествах зачем все это нужно тебе у любого человека стремяешься к совершенку святости он сюда вешает всегда есть весы зачем это надо если без этого можно жить зачем вот этой ерундой заниматься у тебя и так вырастет и девать не знать куда будешь все это тем более если правильно будешь экологичным биоземледелием вот этим органичном заниматься все у тебе и так там будет расти и не знать уж куда девать зачем все это нужно где ты будешь хорошо а вот ты же ты же как веган по идее должен бороться чтобы все вот эти до скотобойни все эти животноводческие фермы все это исчезло ты потом где будешь хорошо что все твои соседи перестали животных мучить и убивать ну где ты за какой корову ты будешь ходить говно собирать ну и в природе будет все животных бог все сделать сбалансировано сколько ты там найдешь буйлов каких нигде вы там не жили там чуть отделяются парнокопытный те же сам немножко разного вида там вот но суть одна в естественной природе где ты будешь все это говно ходить там по лесу говно будешь собирать лучше пойди грибы с ягодами пособирать но это же как иру будет выглядеть даже со стороны и и и реальности ты ничего не насобираешь где там это какую-то лепешку найдешь после дикой коровы так называемый но смешно или кабана ты вот покупаешь свинячий навоз а где ты в природе много-то там какашек после кабанов найдешь полезно но это же смех вот реальный смех единственный опять кто знает уже кто постоянно мои ролики смотрят или случайно попал я в конце дам анонс плейлиста своего где все это есть вот тоже о меде я уже записал и молоко это разные вещи тоже разные видео разный продукт очень важно разобраться в навозе как выясняется есть точно такой же нюанс да одно дело крупные животные другое дело мелкие животные червячки всякие личиночки и так далее все с этим связано это что же навоз это вот опять к тому мифу причем кто знает кто начинает разбираться в этой теме в теме земледелия органического экологического все вот этого био до земледелия тут узнает оказывается что самый лучший гумус это вот червячочные все это и оказывается есть целые люди опять там целые свои червячные фермы содержит и все это и продают потом эти семейства червей так далее то есть оказывается вот именно над применять мульчирование и червячочка в которой кушать чем червячочек отличается от крупного животного а тем же сам о чем я в роликах которую вы найдете в плейлисте веган во христе на моем канале где то же самое показал аналогию провел между крупным животным и насекомым пчелкой которая не порабощается которую ты не за шею не привязываешь за цепью к столбу да не создаешь никаких клеток они живут в естественных да человек их по сути как бы он у них просто отнимает по сути когда там мед так далее ну я в этом ролике не буду распространяться найдите у меня ролик по меду или пишите в комментариях я дам прямую ссылку кто не найдет вот но в плейлисте веган во христе вы все найдете все эти видео по названиям вот здесь тоже самое пожалуйста тебе нужен навоз ты считаешь что там все вот это какашки тоже еще лучше для растений все это улучшает хотя это все за тебя господь еще давно придумал и в твоей земле и так есть и червячочки и все если ты будешь туда подкладывать органику есть ты будешь подкладывать все вот эти овощи фрукты что ты там и ешь у тебя все это огрызки шкурки там от орехов скорлупа остается если ты сам будешь там по осени если ты будешь все лето косить травку туда накладывать в свои грядки под деревья все эту листву потом там где-то тоже не все прям погребать в других местах чтоб там земля опустошилась вот все будешь гармонично немножко брать себе побольше на грядочке вот у тебя и так все будет прекрасно и у тебя этих червячков разведется сколько угодно и опять не забывайте нельзя спонсировать фермы где там люди все это ненавидят и червяками занимаются такие штрупажоры и не веганы то есть там у них все только ради денег и и и и и и не забывайте про баланса которые всегда говорю со слова многое хорошее плохо это тоже очень важно я вот про мед тогда не стал рассказывать но сейчас скажу хоть в этом ролике в китае был в прошлом веке случае когда китайцы стали додумались на государственном уровне убивать всех воробьев или стрижей кого такого масса встали уничтожать их там типа не напрягать их стали что-то там тоже якобы что-то там посевики то уничтожали не просто людей что чуть не доставали не знаю короче там случай был это 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 опять отмазки а них может и не трогали может а массы летали они всех тех голубей стали птиц таких я уж не помню тоже уничтожать там и людям платили сами массы уничтожали но она уничтожались через год они в англии по моему по этими поездами закупали этих воробьев там или кого потому что на следующий год у них гусениц пожрали все что-то гусениц насекомые пожали все что только можно было они за голову взялись жить надо в гармонии с природой вот и все и вообще все беды с человеком в жизни происходит по его так скажем тоже грехом прежде всего абсолютно себя как вы живете что вы делаете от духовного состояния до плотского бог все так придумал что она и так все живет с этим червячками тоже у вас и так их достаточно на участке но в принципе если хочешь я говорю ну раз веган может где-то купить чтоб как говорится у труп ожору до чтобы потом как говорится размножить и все это делать уже правильно любвеобильные и таким же помогать вот но опять же они у тебя и так и сами размножить создаем условия в одно место начни выбрасывать все твои отходы вот этого питания веганского они так там у тебя заведутся и размножиться и пожалуйста да если будешь все это мульчировать всю эту органику подбавлять для них будет идеальная среда и вот этот гумус так называемый который после червяков биогумус кто знает тот кто-то занимается там биогумусом то есть они где-то червяков закупают везут органику она перерабатывается они потом гумус продают вот там знаете сколько пакетик стоит ты можешь все это и так себе в грядке создать вообще не проблема и червячочки как и пчелки отличаются от крупного скота ты же их не поработил ничего них не ограничиваешь они твои рабы они не страдают от того что ты просто гармонию устраиваешь такие игры не забывайте о том что червяков тоже вы знаете сколько всего там живет в земле всяких личинок жучков каких-то там кто там чуток и всего-то нету кушают и все какают все это и так происходит все что человек может это органики добавлять и все там дальше все бог сам разберется сами там размножить тем более ты же не перекапываешь никого не уничтожаешь все у тебя там естественно происходит у тебя и так прекрасно будет плодородная почва тебе не нужна никакая никакой этот навоз вот весь навоз тебе сделают жители земли самые настоящие вот и все если уж там птичка летела какнула тебе и так это в грядку полну порадуйся вот тебе и и навоз прилетел вот и все так что все очень просто с навозом ни в коем случае от вот от от отрасли эксплуатации убийства животных от ни в коем случае употреблять не надо в естественной природе если ты себя поставишь ты поймешь что нигде этого никогда не найдешь вот все что естественно то что окружает ты любой участок землю купишь там уже все есть от бога придумано ты можешь это немного улучшить создать максимально возможные идеальные условия все вот и все и хочется мне еще сказать по поводу христианской темы но я на все таки в отдельный ролик выложу хотя они чуть ли не дубляжом получится может я просто тот запишу что было как название сюда отсылку да иисус рассказывал такую притчу я как не только веган и христианин поэтому я стараюсь эти тему затронуть иисус рассказывал такую притчу что якобы есть там господин есть садовник и вот там господин обходил свой сад и дерево одно не растет плодов не дает вот он быть на сруби садовник но сруби ученое место занимает иисус ответил как бы садовник от сказал господин дай мне еще год я его обложу навозом так написано в русском синодальном переводе вдруг она все-таки решит плодоносить да вот так я сразу скажу по поводу этого слова якобы что ты сустава тоже навоз проповедовал и слов не навоз а как всегда эти дебильные уродские переводы до нас дошедшие извращенные там слова удобрение удаври удобрение хотите сейчас по-русски я его а замульчирую этот саженец там слова и даже если вы посмотрите греческие подстрочники то грецкие подстрочники там с рукопись якобы там третьего четвертого века до нас дошедшие да еще на самом деле иисус говорил вегану и так понятно таком как я вегану христианина имелось ввиду удобрение удобрение это органик я вам сказал все что угодно да вплоть я в другом месте вот червячков чуть-чуть аккуратненько и из других грядок возьму сюда чуть побольше положу особенность у вас мульчированные грядки мульчированная земля вас ваших грядках и так будет полно и вам не надо ни копать их не резать вы все будете работать только чистыми руками голыми руками потому что там все будет одна легкая воздушная мульчи все это будет перегнивать со временем вы и так можете себе червячков набрать десяточка еще под это деревце там саженец или в одну грядку другую просто переложить если уж вы считаете что там от побольше и побольше органики начнуть туда прям может вас там отдельная куча с едой там где то есть вы может прям под дерево сразу там допустим какие-то все это веке выкладывать да после там осенью листовую собрать из какого-то другого дерева и побольше здесь наложить под этим деревом вот поэтому иисус говорил не о навозе а животным об аду удобрение я его удобно и я его удобно и я его не могу не потерпи хозяин я его удобрю позабочусь о нем вот это очень важно понимать но я там давайте кому интересно этого ролика еще нет поэтому ссылку не могу дать но он тоже будет в листе я его все равно отдельно выделю для религиозников кто будет попадать на такие вопросы получится два видео и о навозе но здесь все равно кратко сказал но кому интересно более подробно там просто целиком зачитаем как всегда это место из описание что в контексте было понятно посмотрим подстрочники греческие поэтому ролик будет не лишним но здесь я все равно хочется кратко сказать все-таки встречаются на моем пути ну и те кого я сделал веганом христианином есть кто и до меня уже стали просто смотрят и вот находят для себя ответы на все эти вопросы но обязательно тот ролик еще посмотрим так что вот так вот поэтому гоу веганах но у навоза до никаких человек животных все только все что вы занимаетесь на земледелии это все только естественно органическое природное земледелие мульчирование и вот пожалуйста ну хотите с одного из одной грядки на другую перекладывайте червячков вот и все это вам а по сути вам просто надо время выждать они сами разразятся и все ну если вы какое-то новое место и может быть плохую землю там любую плохую землю можно восстановить кто этим вопросами интересуется тот все найдет ответы вот таким образом поэтому конечно да вы может даже в плохой земле какой-то может быть неподходящей почве слишком за песочная за каменистая там вы конечно под любое дерево выкапываете достаточно большое пространство там полметра на полметра куб можно сказать вынимаете той земли и туда закладываете всю вот эту вот органику и потом в течение жизни будь все время подкладывать все это будет вот так у вас этот уже будет все куб заделаны и потом он будет проникать дальше даже в неблага вот эту неблагоприятную почву все вас потихонечку вокруг там будет хорошо все это можно узнать как это делается все это не проблема вот так вот поэтому я надеюсь с этим вопросом тоже решен все растет и так отлично на органические плодородные вот этой земле где все там и так естественно надо создать просто условия никаких перекопок мульчирование обязательно это закрывание там от всего и от вас не выветриваться будет влага будет сохраняться даже конденсат будет по утрам там всегда будет вот это перегнивание в общем там одни плюсы это в общем-то все естественно все что вырастает потом падает под этот же самый куст все так богом задуманно круговорот этот у меня на этом все всем спасибо за просмотр ставьте лайки делитесь роликами все видео мои авторские на все веганские темы на моем канале христалю пропутию пищу в пустыне вегана собраны в плейлисте веган во христе или постоянство в любви а все не мои видео которые на ю тубе я собираю по теме веганство в плейлисте веган по сердцу смотрите изучайте делитесь этими видео на своих ресурсах все пока пока до встречи в следующих видео ну 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 Продолжение следует...